И снова здравствуйте! В этом видео мы поговорим еще об одном финском причастии, которое называется то есть причастие агента. Этой формой мы сообщаем, что какое-то действие было выполнено и также указываем, кем оно было выполнено. На русский язык чаще всего эта форма переводится страдательным причастием прошедшего времени, то есть сделанный плюс кем или чем, то есть агентом. Изредка может переводиться страдательным причастием настоящего времени, рассказываемый. Давайте посмотрим на примерах. Сначала выразим мысль обычным предложением. Ребенок нарисовал эту картинку. А теперь то же самое, но используя наше причастие агента. Это нарисованная ребенком картинка. Второй пример. Преподаватель написал эту книгу. Опеттая он kirjoитанут тämän kirjan. Tämä on опеттаян kirjoittama kirja. Это преподавателем написанная книга. Третий пример. Мама испекла этот торт. Эйди он лейпонут тämän kakun. Тämä он äidin leipomakakku. Это мама испеченный торт. Теперь вы видите на экране все три примера одновременно. Вот наше причастие агента на русский язык переводится соответственно страдательным причастием прошедшего времени, потому что действие уже было сделано. То кем оно было сделано, то есть агент, лицо, которое совершает действие, наше подлежащее в обычном предложении, здесь в предложении с причастием агента будет стоять в генитиве, рядом с причастием агента. На русский язык, как правило, переводится творительным падежом. Кем или чем совершенное действие. Обратите внимание на разный порядок слов в русском и финском вариантах. Lapsen piertema – сначала исполнитель, потом действие. Нарисованное ребенком наоборот – сначала действие, а потом исполнитель. В русском языке мы можем переставить слова, чтобы получилось аналогичное финскому построение. Ребенком – нарисованная картинка, мамой – испеченный торт. Конечно, тогда поменяется оттенок смысла фразы. Важно, что в финском языке мы не можем поменять слова местами и сказать Piertema lapsenkowa. В уже приведенных примерах мы увидели простые фразы, в которых сначала шел исполнитель, затем причастие и в конце то, что было сделано. А в следующих примерах мы поставим причастие в самый конец предложения. Давайте посмотрим. Маленькая фирма разработала новую игру. Пенний yrityс он tehnyt ууден pelин. Уusi пели он пienen yrityksen tekemä. Новая игра разработана маленькой фирмой. Второй пример. Известный повар открыл ресторан. Туннettu kokki on avannut ravintolan. Равintola on tunnetun kokin avаама. Ресторан открыт известным поваром. Третий пример. Моя сестра выбрала ту картину. Та картина выбрана моей сестрой. Как видите, если причастие стоит в конце фразы, то на русский язык оно переводится как краткое страдательное причастие в качестве сказуемого. Снова посмотрим все три примера сразу. Здесь объект действия стоит на первом месте. На него направлено внимание. После идет исполнитель в форме генитива. И в самом конце причастие. Как и в предыдущих примерах, порядок слов в русских и финских предложениях разный. Это свойства финского языка. Определения идут до главного слова. А теперь следующая порция примеров. Я приготовила этот суп. Это мной приготовленный суп. Второй пример. Мы запекли ветчину. Третий пример. Ты заказал журнал. Вот заказанный тобой журнал. Что общего у этих примеров? В них исполнитель выражен местоимением. В форме генитива, конечно. В этом случае мы должны добавить к причастию соответствующий лицу исполнителя притяжательный суффикс. А так как суффикс прекрасно выражает лицо, то само местоимение нам необязательно говорить. Вот как можно сказать. Правда, это касается только первого и второго лица единственного и множественного числа, то есть местоимений Мина, Сина, Мэ, Тэ. В третьем лице единственного и множественного числа, то есть в формах Хэн и Хэ, местоимения опускать нельзя. Посмотрим примеры в третьем лице. Первый пример. Он отправил мне письмо. Вот им мне отправленное письмо. Обратите внимание на место в предложении, где стоит дополнение мне, минуле. Об этой особенности мы поговорим в другом видео. Второй пример. Они построили большой дом. А теперь два варианта с причастием агента. Большой дом построен ими. Там имя построенный большой дом. Действительно, одну и ту же мысль можно высказать по-разному. Построить фразу иначе, расставляя другие акценты. Вернемся, к примеру, к предложению Я приготовила этот суп. Вот три варианта. Миня олен технют тэмен кейтон. Тэма он минун тэкэмэнни кейтто. Тэма он тэкэмэнни кейтто. Тэма кейтто он минун тэкэмэнни. Это мною приготовленный суп. Этот суп приготовлен мною. Напоследок еще несколько примеров. Слушайте и читайте, а в начале следующего видео про причастие агента я дам свой перевод. Конечно, переводить предложение можно по-разному. Мои варианты лишь одни из возможных. В следующем видео из этой серии разберем образование причастия агента и посмотрим больше примеров. Тэмэнни кейтто он минун тэкэмэнни кейтто. Кенен suunnittelema pääkирjasto on? Пысыкää канавала! До встречи! Продолжение следует... Продолжение следует...